Господи Божий мой, на тяну попал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 12. Стихи 48 по 59. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Стихи 48 по 60. Стихи 48 по 60. Стихи 48 по 60. Стихи 48 по 60. Предлагаю прочитать этот текст в русском переводе. «Сказал Господь, от всякого, кому дано много, много и потребуется, а кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам. Но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. И сказал же народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает лицемеры. Лицо земли и небо распознавать умеете? Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю. А истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы продолжаем рассуждать о словах Спасителя, о которых повествует Евангелист Лука. Прошлый евангельский отрывок содержал в себе притчу о нерадивом домоправителе, из которого мы сделали вывод о том, что когда мы вступаем в общение со Христом, на каждого из нас возлагается большая ответственность быть живым примером проповеди Благой Вести. Далее Господь продолжает наставлять собравшихся вокруг Него людей, большинство из которых не понимало, кем Он являлся на самом деле. Они хотели видеть в Нем победителя, царя, лидера, который поднимет их народ против завоевателей, приведя к свободе и богатству. Но Господь раскрывает истинный смысл Его особой миссии на земле, говоря, «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы Он уже возгорелся». В иудейском мышлении огонь почти всегда символизирует суд. Потому Господь видел в приходе Своего Царствия наступление дня суда. Иудеи были твердо убеждены в том, что Бог будет судить все прочие народы одной мерой, а их другой, и что уже одной принадлежности к иудеям будет достаточно, чтобы им были отпущены все грехи. Архиепископ Аверки Таушев замечает, «Под этим огнем святые отцы понимают духовную ревность, которую пришел насадить Господь в сердцах человеческих, и которая неминуемо породит разделение и вражду между людьми, ибо одни горячо всем сердцем примут учение Христова, а другие воспротивятся Ему». Стих 50-й в русском переводе Библии звучит так, «Крещением должен я креститься». Греческое слово «баптизу» означает «погружать». Часто оно употребляется метафорически, как погружение в житейские заботы, страсти, переживания и страдания. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Под этими словами Господь подразумевает, что Его ожидает ужасное переживание, через которое Он должен пройти, и до тех пор, пока Он не пройдет через Него и не выйдет из Него победителем, жизнь его полна напряжения, потому что Он всегда видит перед Собой свой крест. Александр Павлович Лопухин пишет, «Как Христос через крещение, которое Он принял при самом выступлении Своем на мессианское служение, взял на Себя вину всего человечества, так в крещении страданиями Он понес на Себе ответственность за эту вину и восстановил человечество в Его праведности, так как перенимая Себе веру и Его заслуги, мы действительно становимся праведными пред Богом». В этом и состоит причинная связь между страданиями и смертью Христа с одной стороны и вожжением огня с другой. Палестинские иудеи умели предсказывать погоду. Когда они видели облака, идущие с запада, от Средиземного моря, они знали, что приближается дождь. Когда же дул южный ветер из пустыни, они знали, что приближается сирока – палящий ветер. Но эти мудрецы, понимающие знамение неба, не могли и не хотели увидеть знамение времени. Если бы они внимательно слушали Христа, то узнали бы, что приблизилось Царство Божие. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, еще раз напоминают нам о том, что всей своей земной проповедью Господь говорил о Своем приближающемся Царстве. Но только искренне следующие за Христом и не боящиеся проповедовать Его Евангелие всей своей жизнью могут войти в радость Царствия Божию. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на телу повал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok